В субботнее утро у бригады дорожных строителей началось в 7 часов. Огромная траншея под ливневку и водопровод ждет новых труб. Перекладка коммуникаций – самый сложный и важный этап реконструкции. После ремонта, обещают дорожники, перестанет затапливать частный сектор, вероятность коммунальных аварий снизится до нуля. С 1 числа также выходит газопровод, тоже будут менять эти трубы, они там 63-го года аж, то есть их под землей оставлять нельзя. То есть это в районе нашего института. Эта информация важнее для жителей проспекта Победы. Водители же больше о проезжей части беспокоятся. Ведь пока полотно расширит и откроет, не один месяц придется осваивать новые пути и плутать по проулкам. Проспект Победы перекрыли от улицы Шевченко до Рыбаковской. Автолюбителям предложили две схемы объезда. По улице Леушинского и 1 мая и по Одесской. Ну и, конечно, основной удар на себя примет улица Терешковой и объездная дорога. Было бы наивно предполагать, что обойдется без пробок. Заторы будут, а водители просят набраться терпения. По мере готовности участки проспекта будут открывать для движения. Дорогу и сейчас перекрыли не полностью. Где это возможно, автомобилям оставили так называемые нырки. Мы все равно будем через себя какую-то определенную машину пропускать. То есть, ну как бы, ну подъезд к магазинам. Магазины же должны как-то принимать товары, отпускать эти товары. Жильцы домов живут. Мы вынуждены именно закрыть из-за того, что дальше Степана Разина, если просто ехать по Победе, дальше не проедут. Просто будет пробка, понимаете. И желательно, чтобы жильцы этих вот туда въезжали. Вот поэтому делаем пропускную систему. Пропуски и узкие проезды не нужны разве что пешеходам и велосипедистам. Они без труда обходят и объезжают разрытые обочины. Пейзаж не самый живописный, однако, как говорят специалисты, еще два года и проспект бы просто встал. А так, через два месяца здесь будут и парковки, и тротуары, и ливневка, и широкая дорога. Проспект Победы обещают реконструировать и сдать 1 сентября. Екатерина Платонова, Владимир Семенов, Дмитрий Журавлев. Наше время.